С вами я, Ермолаева Елена, администратор Футбольной Академии Родины Москва. Вообще работа администратора – это разношерстная работа, так скажем. То есть я не сижу на месте, это постоянно в движении, это собрание, совещание, сбор документов, подача документов. Но день устроен ненормированно. Ну, подскажи мне, пожалуйста. Нет, погоди, давай за мной. В родину я пришла в 2013 году по приглашению Александра Владимировича Альбома. И вот по сей день уже более 10 лет я нахожусь в структуре. Я вообще начинала с ноля, я никогда никакого отношения к футболу не имела. Для меня это все было в новинку. Безумно мне понравилась, интересная работа была изначально. Я выполняла функции и доктора, и фотографа, и пресс-атташе, и заявочной компании, то есть администратором тоже являлась я. Они меня отвлекают! В Ростов-на-Дону как это было? Да, это была выездная игра UFL 2 с командой Чайка Песчанокопская. Это мой был первый выездной опыт с командой UFL. Обычно я присутствую на домашних матчах. Все. Выполняла функции начальника команды. Конкретно. Присутствовала на предматчевом заседании. Помогала с организационными вопросами. Это вода, еда, заселение в гостиницу, трансфер автобусный плюс железнодорожный. Ну и по обстоятельствам. Мои обязанности входит также подготовка документов для выезда в команд на сборы и всякие различные турниры. Одна из обязанностей администратора на матчах UFL это работа с протоколами. Это работа с базой РФСЦП. Это подгрузка и регистрация контрактов. Подгрузка различных документов. Проверка документов. И также контроль, мониторинг паспортов футболистам. В Московской Федерации футбола, помимо заявки игроков, я выполняю следующие функции. Занимаюсь аттестацией академии. Это перед сезоном. Получаю различную наградную продукцию по окончании сезона. Получаю материалы, необходимые для организации проведения матчей летнего и зимнего первенства. Получаю аккредитации на сотрудников. И также посещаю собрания клубов перед сезоном, во время сезона. А также заседания контрольно-дисциплинарного комитета. Всегда Ваша Ермолаева Елена.